так приветствую всех и это уже 4 3 из списка даже серии в открытых лабинаров компании Волфикс меня зовут Михаил Лебак сегодня у нас достаточно интересная и такая внушительная по объемам тема дисбаланс спроса предложения дельта объем дисбаланса и значительный перевес векторность рынка и прошлая тема была симбиоз технического объемного анализа немного с этой темой совместить сегодняшний вот доклад хотел бы как раз и по примерам применения дельты и собственно что это такое как фиксировать необходимые точки для позиций и для сопровождения сделок ну в общем для этого нам понадобится платформа Волфикс и это Барловый чарт и снизу то есть на этом графике вы увидите корреляцию индекса РТС и такой индекс Майсикс 10 лист компании которые входят в состав индекс Майсикс 10 иногда меняется это можно как раз на сайте Биржи Морис отслеживать изменения ну по большей степени туда входят крупные компании весомые акции вот то есть относительно гигантов можно наблюдать насколько отклоняется общий индекс индекс РТС от голубых фишек лидеров и самых объемных акций в списке индекс РТС чуть ниже снизу вы увидите гистограмму где показан красным зеленым цветом маркер какая была дисбалансировка по данному бару сейчас чуть толще сделаю вот так я думаю выше будет видно возьмем текущий день ну вот вы видите сейчас идет таймфрейм каждого бара минута и вот дисбалансировка дельта по каждой минуте что такое дельта и как она определяется платформе волшек летом нам понадобится специально созданный для этого модуль классов чарт где можно наблюдать отображение классеров для кого не знакомый еще кластерный график и не было возможности работать с таким интерфейсом кластер тот же самый бар то есть представьте сейчас я включил пятиминутный таймфрейм тот же самый бар пятиминутный только внутри самого бара можно наблюдать объем который прошел по бит колонке и по колонке адска сейчас мы здесь настроим и здесь также вот оставим самые такие интересные моменты так это текущий день 21 числа и вот все колонки которые вы видите здесь разбитые то есть объем в каждом баре по каждой цене можно наблюдать в таком формате то есть мы видим на каждой цене соответствующие сколько прошло объем то есть какой был объем сделок за пять минут о кажется не в каждом баре но из самой как бы концепции объемного анализа мы уже знаем что в каждой сделке участвуют две стороны то есть байер и селлер проводят сделку и сколько контрактов там сто контрактов либо же пять контрактов это уже по ситуации то как насколько объемно выходят участники на рынок то есть мы видим сто восемьдесят контрактов соответственно там участвовал и байер и селлер 640 контрактов там участвовал байер и селлер то есть то есть здесь получается что чисто объемный анализ он показывает нам заинтересованность участников в текущий момент либо в определенный момент времени по определенной цене заинтересованность в рынке да то есть хотят они сейчас торговать либо допустим на этом этапе участников мало и желающих там покупателей продавать допустим нет либо очень мало а в какие-то определенные моменты и объем сделок идет очень большими пакетами и то есть именно когда идет большой поток ликвидности на рынок это может создать сильное расширение цены сколько бы не было объема у вас в управлении сколько было ни каким объемом бы не торговали если цена не движется если цена не меняется в относительно всего ценового диапазона либо диапазон дня недели вы не сможете заработать то есть вы можете открыть сделку, если цена не меняется, она остается на одном уровне, то собственно дохода нет. Точно так же каждому крупному игроку нужно создать расширение, создать движение цены и для этого необходима достаточно ликвидность, чтобы во-первых, перекрыть полностью движение в ликвидности контр-участников. Если вы байер, то вам нужно как минимум перекрыть по их запросам, заявкам на продажу своей ликвидностью и сверху еще добавить ликвидности на создание спроса и дальнейшего его поддержания. То есть концепт такой, что допустим мы являемся с вами байерами или нам нужно, во-первых, удержать цену на этом уровне. У селеров, к примеру, есть 5000 контрактов на продажу, совокупно всех заявок, которые они хотят выставить на рынок, да, вот в данный момент. У нас, допустим, намного больше объема, то есть, чтобы нам удержать цену на одном уровне, нам, во-первых, нужно полностью перекрыть их заявки, то есть спрос и предложение, как раз их ликвидность, с какой стороны больше ликвидности, определяет возможную векторность рынка. Допустим, мы выставляем также 5000 контрактов и перекрываем по своему объему, своим объемом их запрос, то есть предложение. В таком, в таком, в этот момент рынок находится в балансе, то есть перевес спроса и предложения близк очень к нулю. И, чтобы длинуть цену дальше, наверх, то есть выше, нам нужно выставить еще какой-то объем, который создает уже спрос, то есть больше, чем у селлеров. Селлеры могут также отвечать таким объемом и баланс будет находиться до того времени, когда уже у селлеров, либо у байеров закончится ликвидность. А это рано или поздно произойдет, так как с какой-то одной стороны будет в любом случае ликвидности меньше. И когда уже мы полностью перекрыли всех селлеров, то есть покрываем их заявки, выставляя там 500 контрактов, 600, постепенно двигая цену наверх, создавая спрос. И на каждом из уровней нужно сохранять дисбаланс спроса приложения. Таким образом, если понаблюдать за котировкой сейчас сегодня с 11.45, нижний гистограмма, который вы видите здесь, указывает на общий суммарный дисбаланс спроса приложения, то есть активности по бит, аск и в каком объеме. Если анализировать нижнюю гистограмму, то мы видим, что с 11.45 до 12.15 по большей степени в каждую пятиминутку дисбаланс сохраняли байеры. Вот мы видим, тут поменьше объема было. Здесь был всплеск литвинности и дисбаланс стал больше на стороне байеров. Соответственно, мы видим, что этот паттерн был намного волатильнее, намного сильнее расширил цену. Затем они также сохраняли спрос до 12.15. То есть с этого паттерна, либо же бара, это в принципе одно и то же. Поэтому если я говорю паттерн, это равносильно бар, либо же класс рчард. И до этого момента сохранялся постоянный дисбаланс на стороне байера. То есть к примеру, для сопровождения позиции достаточно удобно и информативно до какого уровня, если вы допустим даже торгуете инфра-дэй, среднесрочно, позиционно, просто естественно масштаб здесь абсолютно варьируется вплоть до тикового графика. То есть пятиминутками вы анализируете рынок, либо пятнадцатиминутными таймфреймами, то есть это подход, он абсолютно масштабируемый для любого горизонта. Значит, вот этот бар уже последний, для нас пятнадцать, у них был дисбаланс. И следующий баттер, вот этот, давайте я чуть-чуть, совсем чуть-чуть подправлю цветовую палитру, и вот так будет лучше видно, я думаю. до вот этого момента был дисбаланс на стороне байера. То есть на каждом паттерне вы видите маркеры зеленым, красным цветом, это дисбалансировка, и можно даже поставить лимиты по объему, к примеру, выделяя какие-то определенные объемные дисбалансы. Сейчас мы видим в каждом паттерне цифры, они показывают объем сделок по каждой цене за пять минут, и по типу отображения данных мы можем варьировать либо просто дельту смотреть, то есть видеть насколько был перевес селлеров и байеров в процентном соотношении, то есть на сколько процентов был перевес либо же видеть данные в виде двух колонок, вот как сейчас эта колонка отвечает по активности агрессоров на стороне бит, и вторая колонка что положено соответственно по активности агрессоров на вы наверное заметили здесь есть такая вот надпись бидаск сайт бай агрессор то есть это означает что данные которые мы получаем с биржи они маркируются непосредственно уже идет маркировка агрессора по бидаск прямо с биржи то есть в чистом виде без каких-то никаких синтетических либо расчетных действий не производится то есть в чистом виде вот как идут данные с маркировкой бидаск агрессоров так они отображаются в платформе что что такое агрессор это достаточно интересный момент попробую сейчас на таком черном экране схематически показать и объяснить как вы считаете если к примеру у нас у байера есть 100 контрактов на покупку и у солера есть 100 контрактов на продажу допустим они произвели сделку в каком направлении потом будет двигаться рынок это будут покупки либо же рынок будет двигаться в сторону продаж можете в чате там пару ответов бросить я так ответы в зависимости от типа ордера Жданов Игорь очень тепло на месте будет стоять тоже правильно то делал первопокупатель прогресс так не в какую тоже правильно сейчас попробуем ответить по поводу вот этой маленькой задачки правильный ответ имея только эти данные 100 контрактов на покупку 100 контрактов на продажу у солера если они произведут сделку мы не можем определить куда пойдет цена так как это ограниченная информация не показывает нам общую картину рынка то есть глубину рынка допустим когда мы смотрим стакане заявки по глубина рынка то есть мы видим отложенные заявки выше цены ниже цены то есть таким образом мы видим мы можем анализировать насколько рынок наполнен ликвидностью выше цены текущей рыночной либо же ниже тогда уже более понятней в этом подходе когда только вот есть объем сделки векторность практически невозможно определить то есть только угадать нам же нужно постоянно анализировать и иметь надежный источник информации который будет нам помогать определять правильные точки входа для этого допустим если добавить информацию о том сколько на последующих ценах отложенных заявок у байеров отложенных заявок у селлеров таким образом уже можно определить векторность рынка последующую при этом ситуации то есть если это сделка чисто вот в таком виде 100 контрактов покупку на продажу есть такая вот я обычно пример на курсах привожу ситуацию байер допустим покупатель приехал в автосалон покупать автомобиль соответственно покупая покупатель является байером автосалон селлером он продает выбрали марку допустим там 70 тысяч долларов вы купили автомобиль и довольно едете домой то есть в таком случае инициатор сделки является покупатель так как он приехал через всю москву в пробках простоял в автосалон и согласился на цену которую держит на этот автомобиль автосалон автосалон является лимитным грубо говоря он работает на определенной цене не подстраиваясь под динамику рынка на цену то есть он выставил заявку вернее ордер по такой-то цене и держит тот кто соглашается на нее является уже инициатором то есть покупатель который согласился на эту цену она естественно ему не особо нравится он считает что цена должна быть ниже этот автомобиль но так как больше нет других автосалонов данного автомобиля он соглашается на эту цену то есть тот кто работает по рынку он является как бы инициатором сделки соответственно та же самая сделка покупка продаж автомобиля только байер спокойно находится в офисе занимается своими делами и автосалон посетила допустим налоговая инспекция и их как бы закрывают по каким-то причинам менеджер автосалона приезжает к вам в офис и просто просит по-быстрому купить у них автомобиль потому что их все равно конфискуют и он согласен на цену которую вы скажете соответственно вы уже являетесь лимитным ордером и работаете по определенным цене а автосалон уже соглашается на цену которую ему не особо выгодно то есть он является уже инициатором сделки это конечно второй случай фантастика но такое тоже может быть вот таким образом инициатор сделки и создает то есть информация зная информацию о инициаторе сделки можно анализировать и определять векторность направления последующих движений цены сейчас выставлю вот мы видим значит был вопрос в чате что почему эти определенные маркеры подсвечиваются красным и зеленым цветом соответственно цвет можете вы сами выбирать платформе можно адаптировать абсолютно на свой вкус цветовую палитру я же больше стараюсь темный тонаж потому что 8 мониторов постоянно мониторить за рынком устают глаза от большого количества ярких пятен поэтому большинство графиков в том числе кластерчарт в основном черные такими тонами а вот сами непосредственно фильтры они должны быть замеченными не упущенными и поэтому они более ярким таким цветом здесь подкрашены определенные точки то есть уровни по цене за 5 минут где допустим мы видим бидаск дельта то есть разница агрессоров или же инициаторов сделки по бид и по аск она вот эта разница этот дисбаланс указывается в контрактах и либо же в латах и определенные дисбалансы свыше 500 допустим либо 750 контрактов перевес на стороне инициатора по бид подкрашивается красным цветом на стороне аск зеленым таким образом вы можете видеть по каким ценам идут сильные дисбалансы либо использовать функцию процентного перевеса то есть не в контрактах а только процентах допустим здесь дельта процент стоит 60 и соответственно бидаск то есть вы видите процентный перевес уровни конечно разные за счет того что на определенных уровнях объем объем идет сделок крупный допустим всего там давайте возьмем какую-то точку ну вот здесь к примеру 692 контракта прошло по цене за 5 минут дельта здесь 526 то есть очень сильный перевес дельта процентном соотношении 76 процентов было байеров на этом уровне допустим здесь вот две цены мы видим 78 процентов перевес за селерами тут 75 сильный перевес согласитесь тут вообще 100 процентов можно также я обычно наблюдаю за режим в режиме бидаск чтобы видеть непосредственно сколько контрактов было на стороне байера сколько контрактов на стороне селера вот эти две колонки анализируются и уже определяется перевес дельта дисбаланс собственно дельта и является вот этим показателем количественного значения вернее разницы между инициаторами на покупку и на продажу на определенной цене в определенное время дисбаланс может быть абсолютно разный допустим увидим увидеть перевес ну очень похожий по ликвидности вот здесь к примеру 551 контракт на стороне инициаторов на побит и 544 то есть разница между ними буквально 7 контрактов 7 а объем прошел больше тысяч а разница очень маленькая то есть дисбаланс абсолютно 3% соответственно при таком объеме ликвидности всего лишь 7 контрактов перевес настроения байера либо же селера не показывают не не перевес а фактически баланс то есть для тысячи контрактов 7 контрактов ни о чем как бы это только за 5 минут таким образом анализируя постоянно поток и дисбаланс селеров и байеров можно неплохо сопровождать позицию боя фиксировать и находить точки входа и таким образом корректировать свою торговлю и определять когда выходить где лучше зайти где лучше выйти здесь настройки достаточно много в них можно на целое занятие время раз чтобы вам все объяснить и рассказать вкратце как бы можно настраивать фильтры для любого рынка это сейчас пример по индексу РТС продолжение вот этого участка который был постоянно на байере активность на байере и резкая смена на селер активности то есть дельта уже идет в этом паттерне последующем за продавцом то есть вот такой уже перевес резкий причем мы видим 1281 контракт на 97 620 таким был уже первым маячком что возможна корректировка то есть анализируя с каждым паттерном активность на чьей стороне сохраняется можно сопровождать позицию и как только мы увидим обратную динамику по активности к примеру вот здесь мы наблюдаем почти две с половиной тысяч контрактов только дельта объем в этой точке был 10 тысяч контрактов и дельта перевес был 24 почти 25 процентов да ну мы думаем отлично еще могут дальше толкнуть котировку на шорт и будем стоять дальше в продаже но когда вы анализируете каждый паттерн то есть смотрите какое состояние и какой перевес оказывается следующий паттерн абсолютно противоположный даже больше по процентному перевесу уже идет на стороне байера соответственно увидев такой паттерн если у вас открыта продажа и вы стоите по рынку вы увидев данный перевес и насколько сильно пошел дисбаланс на сторону байера а можете частично зафиксировать позицию то есть какие-то кэш сохранить уже зафиксировать так как мы не знаем какой будет следующий дисбаланс то есть может быть и дальше кинуть байеров и таким образом будет полный разворот рынка на всякий случай подвинуть допустим стоп лосс в состояние без убытка позиции то есть ее сохранить от возможных потерь либо полностью зафиксировать сделку если к примеру у вас устраивает ту же прибыль и вы считаете что действительно там может быть коррекция либо разворот то есть и потом заново дальше следующий каждый паттерн мониторится и анализируется то есть видите здесь активность была точечной то есть один паттерн только мог такой дисбаланс показать возможно вышли селлеры которые стояли в продаже так как потом активность не сохранялась постоянно за байером допустим вот здесь постоянно был перевес за селлером кроме этих паттернов тут мы обычно считаем это как нулевая дельта так как должен быть определенный по ликвидности дисбаланс чтобы создавать давление на рынке здесь тоже нулевая была и из всех паттернов на этом участке в основном были селлеры потом вот такой дисбаланс по одной пятиминутке и потом они чередовались что в принципе обычно и происходит на коррекционных моментах то есть как бы коррекция происходит по высшей степени из-за сброса продаж в данном случае и затем открытие продаж новых уже участников вот поэтому мы видим здесь такое чередование активности байеров и селлеров и такой прям динамики на покупку мы не наблюдаем то есть допустим вот здесь она была четко видна и постоянно каждый паттерн он создавал дисбаланс в сторону спроса и соответственно двигалась цена наверх здесь же такого и активности мы уже не наблюдаем и потом уже начала расти дисбалансировка на стране соляров после тех клирингов которых два часа вот мы видим пошел шорт причем с дельтой хорошим и опять же появились первые но незначительный перевес и уже постоянно поддерживали спрос на участке и опять же только меняется активность на сторону противоположной активности байеры были от этого паттерна и закончилась их эпоха 15.05 потом была уже нулевая дельта соответственно здесь вы видим информацию о том что дельта там нулевая перевес Байером и селлеров в этой точке одинаковый тут был за Байерами соответственно мы наблюдаем движение тут нулевая дельта то есть вы уже видите маячок введете информацию триггер о том что там селлеры появились и они полностью перекрыли активность Bayer соответственно дальше для если только начинаете использовать объемный анализ и дельту выставляете верхнюю цену этого паттерна и нижнюю цену этого паттерна можно выставить алерты допустим и кто расширит этот паттерн дальше тот в принципе и сохраняет контроль в данном случае расширили селлеры вот мы видим пробитие 97,240 и дельта опять перешла до 16.00 была на стороне селлеров то есть если по-простому взять и разбить целый день на преобладание активности байронов и селлеров то мы видим что здесь так если присмотреться хорошо видна постоянная активность на этом участке мы выделим его и вот потом здесь 10.45 по 12.10 больше будет была активность на стороне байров здесь селлеры у нас тут зафиксируем часы и потом снова пошли вот байеры и опять же идет активность на стороне байров мы видим что вот на этом баре уже на очень волатильном 1730 волатильный бар и он достаточно ликвидный а дельта нулевая соответственно вот эта динамика байра вполне может быть уже нарушена и стоит принять какие-то меры если вы к примеру зашли в покупку то есть вот мы видим такие основные участки с активностью той или иной стороны участников основные движения на торговой сессии ну и закрытие обычно идет волатильным и таким были бы по большей степени байеры но это может быть и фиксация позиции так как уже близко закрытие дневной сессии и на вечерке вот пока мы видим точечно спикивает дельта на на стороне селлера значит допустим большем масштабе и комбинируя технический анализ и объемной очень рекомендую для тех кто допустим интересуется начинают только изучать объемный анализ можете очень легко применять его вместе с техническим анализом они неплохо сочетаются и в принципе если у вас хорошая стратегия по техническому анализу я имею ввиду ключу классический технический анализ без синтетических индикаторов непосредственно я сейчас пытаюсь сообразить котировку прошлого контракта сентябрьского и вот на данный момент технически можно склеивать два контракта так как это фьючерсный контракт на индекс ртс у него есть экспирация из-за этого если не выбрать функцию мэш контракт то данные по объему будут по какому-то контракту который у вас активно изображаться по другому будет отсутствовать допустим мясо и декабрьский контракт текущий уже новый с помощью вот мой можно склеивать также реализована возможность в платформе такого рисования у меня правда не очень получится сейчас может у вас намного четче будет ну это классическая фигура технического анализа трендовый равно удаленный канал восходящий соответственно на каких-то уровнях вы принимаете решение будет защита будет ли корректировка то есть в этом плане допустим я также комбинирую технический анализ классический так как классический анализ технический может подсказать что вот на этом уровне допустим с точки зрения позиционирования может быть уже тяжело вайрам толкать котировку выше и можно сбросить часть позиции либо полностью выйти и даже понаблюдать поток на стране селером все эти точки было бы никто еще проверять на как раз активность агрессоров на покупку либо же на продажу допустим вот здесь мы видим момент такой как ложное пробитие что очень часто могут создавать специально как бы якобы показывая уже расширение за рамки равно удаленного канала либо же сопротивление в данном случае и затем собрали всех любителей которые работают на пробитие либо же зашли на покупку затем назад возвращаются таким образом мы видим уже голова и плечи здесь сформировалась в объемном анализе она мы ее именовали как трехблочная модель на продажу либо как техническом анализе голова и плещет мы рассмотрим сейчас несколько точек которая объемный анализ подтвердил что там можно работать на покупку либо на продажу то есть в чем техническом анализе есть недостаток допустим мы возьмем такой распространенный момент как линия сопротивления да цена сопротивления вот здесь к примеру здесь уже два раза удерживали целерную активность защищали диапазон третий раз тестировался уровень и на четвертый уже было пробитие так вот если допустим техническому анализу добавить еще информацию оба вернее сделок о дисбалансе спроса приложения можно фиксировать то есть вы можете добавить свою стратегию эту информацию этот подход практический если там действительно на этом уровне селлеры и в каком количестве у них преимущество перед байерами либо наоборот там очень мало селлеров и байеры легко могут этот уровень пробить то есть годится ли этот уровень сопротивления для открытия позиции на шорт либо же наоборот то есть можно таким образом обезопасить вернее как бы снизить количество убыточных сделок и сохранить вот здесь он поддержки также можно проверить то есть давайте посмотрим что происходило на этом уровне цена 540 50 92 500 возьмем и это была ситуация у нас вот они подошли к этому уровню уже 11 7 и пробитие прошло уже на следующий день давайте посмотрим на 11 07 вместе с 12 числом итак 92 500 там был уровень поставим как овентир вот наша линия сопротивления которую допустим мы хотим использовать в качестве уровня на продажу итак вот 11 число и котировка подходит к заведомо уже известной нам линии сопротивления анализируя уже здесь с 11 часов до 12-15 то есть до вот этой цены 92 500 подошли они на активности на стороне байеров то есть это нормально вот они подошли дальше нам нужно наблюдать активность селеров то есть если мы хотим зайти в шорт с этой цены нам нужно непосредственно зафиксировать агрессивную деятельность участников на продажу смотрим смотрим на дельту по ликвидности 12-15 мы видим достаточно сильный дисбаланс на стороне байеров то есть пока еще сигнала на шорт мы не видим то есть пока активность на стороне байеров ну подошли к теме уже хорошо мы начинаем мониторить анализировать что происходит допустим следующий дисбаланс уже идет на стороне селера но тут всего лишь 400 контрактов по сравнению с 5800 это не особо сильный противовес поэтому уже пошла какая-то активность но она еще слабая соответственно вот идет такая чередующаяся активность то байеров то селеров и вот уже 13-15 1700 контрактов на стороне байера то есть пока еще хорошие информации надежные на то что на этом уровне начали работать селеры заказать на шорт пока мы не видим то есть дальше нулевая то есть и той и той команды по уровню ликвидности вот участок пошел на стороне байера вот пошли первые 1500 контрактов пока ну сразу скажу что одной только вспышки в одном паттерне мало желательно наблюдать сохраняющуюся динамику то есть последующие паттерны тоже сравнить и когда уже там течение 4-3 паттернов подряд идет активности и давлением одной команды тогда уже это принимается как более надежная информация нежели только один паттерн вот вспышка из последующие уже 2 300 то есть если вы уже начали здесь допустим готовится к открытию шортов да то следующий паттерн уже говорит стоп тут во первых перевес больше чем у у того 15.00 тут полторы тысячи а здесь 2 300 то есть снова мы прошли коллекционер 1092 520 и до 16.15 тут постоянно идет активность байера соответственно этот участок мы стоим в ожидании не открываем шортов потому что мы не видим активность целеров снова один паттерн вспышка ждете следующий опять же стоп-стоп-стоп шорты снова 3 300 ну вот наконец-то все начали работать целеры и потом 740 1800 1500 снова вернули то есть даже если вы зашли с этого паттерна то наблюдая в течение часа активность байеров лучше закрыть такую позицию с минимальными потерями либо вообще допустим там нулевой какой-то зоне и до конца дневной сессии были в основном байеры преимущественно вот так набиралась общая суммарная дельта показывается динамика байеров до закрытия дневной сессии то есть в основном прибавляли только на стороне байеров соответственно 11 числа не было сигнала на шорт надежного хорошего и четкого были в основном активны байеры вечерняя сессия даже посмел на клининге то есть перед закрытием прокололи 92 520 и вечерняя сессия там потихонечку как-то корректировалась опять же обратите внимание что сейчас я включу scale на left 8 взять только 11 число вот видите слева гистограмма это дельта которая за данный период времени по каждой цене суммируется активность 92 по 91 600 мы видим здесь постоянно по каждой цене были в основном байер то есть участок активности в основном байер то есть это диапазон на следующий день мы берем как возможный уровень поддержки и вечерняя сессия от корректировалась именно к этому участку то есть ниже 92 не ушли окей смотрим 12 число может на следующий день все таки дадут шерты и с утра мы наблюдаем уже с открытия 10 00 агрессивную атаку байеров которая продолжается ну до 15 00 даже дальше до 19 15 то есть периодически дельта на шорт появляется но она не может быть постоянно на стороне байеров в любом случае периодически там раз три четыре пять паттернов идет перевес обратной стороны участников так как даже те байеры которые тут заходят они периодически сбрасывают какие-то покупки фиксируют частично то есть и таким образом мы видим что вот участки есть байеров потом какие-то небольшие дельты на стороне селлера но четкой активности постоянной и объемной на стороне селлеров мы так и не обнаружили соответственно таким образом фиксируя на ключевую точку технического анализа можно себя подстраковать и фильтровать можно там заходить или нельзя точно так же здесь к примеру давайте посмотрим вот этот участок интересный восьмой ноль девятый седьмой ноль девятый либо либо же вот этот можно как скажете сейчас посмотрю чат может там вопросы вы уже задали так 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 много вопросов тут я вижу то бывает бывает такое что дельта растет а цена падает а бывает как вы говорите где-то то есть цена растет если допустим рынок растет да идет рост а дельта идет на стороне селлеров то есть селлеры собирают всех байеров грубо говоря можно готовиться в интересный хороший признак угасающей динамики на покупку ее уже начинают селлеры собирать то есть селлеры всю возможную вот эту динамику на рост уже просто собирают всех байеров это наблюдается на многих инструментах на фичерсных контрактах и если вы допустим стоите в покупке то уже рекомендуется в такой динамике когда это не соответствует то есть дельта идет не такая как должна быть по движению если идет рост то дельта должна быть на стороне байера она допустим противовесная да такое наблюдается причем и на S&P и на еврике такие моменты участки проскакивают достаточно это не редкое событие бит это продажа это покупки бит это если если вы про дельту в классов чарт то бит колонка и аск колонка есть два варианта как они будут маркироваться как раз объясню два режима маркировки здесь вы видите битас колонка бит и аск значит есть второй тип отображения маркировки это тип тип директ то есть тип агрессора который с биржи транслируются уже данные и битаск и тип директ это наша разработка этот режим маркировки объема по битаск то есть и шел уже в 2008 году точно стабильно был этот сервис применялся в платформе и вызвано это было тем что на тот момент не было у нас такой трансляции и потока с маркировки с биржи не было именно по адресу а вектор рынка имея только данные по объему сложновато сразу определить то есть у каждого типа анализа рынка есть как бы сильные стороны и слабые стороны то есть такие аккелесы вопита то есть у объемного анализа чисто если информацию по объему анализировать без дельты без допустим price action без марки профайла гистограммного типа отображения данных то вот этот вектор как раз и подсказывает уже дельта и соответственно агрессора по битаск можно было в то время определить ну мы просмотрели протестировали и использовали на тот момент такой режим маркировки объема по битаск если вы торгуете вы в любом случае замечали что когда вы нажимаете buy market вы заходите по рынку на покупку вас исполняют обязательно по цене чуть хуже соответственно если вы заходите на sell market то есть по рынку на продажу вас исполняют по ближайшему бит а при покупках по ближайшему аск соответственно направление тика идет либо в сторону аска либо в сторону беда таким образом агрессор в этом случае тот кто по рынку его исполняют как бы сводит с ближайшим аск либо бит в зависимости от кого было больше в данном тике таким образом тик директ это направление тика то есть если тик давайте я включу тиковый график на примере тикового графика вы сразу поймете о чем я говорю это тиковый график S&P вот допустим вы сейчас видите каждый тик то есть самое самое наиболее детального графика пока в таком отображении с такой информацией пока нигде нет и вот видите давайте сделаем толще их и сделаем их более яркими вот так я думаю так хорошо видно видите здесь вот каждое движение минимальное движение цены это тик и на каждом из этих уровней был перевес байеров и селлеров соответственно я сейчас зафиксирую картинку то есть вот если здесь вы нажимаете баймаркет вас понят по ближайшему аск соответственно направление тика вот этого сторону аск соответственно объем в этом тике присваивался как асковый и если движение идет в сторону беда последующий тик то весь объем в этом тике получал маркировку бедовой соответственно их отличия в режиме тикдирект и бедаск сайт байо гейсов ну в общей картине допустим не сильно отличается но на мелких участках таких точечно проигрывает тикдирект за счет того что не весь объем тики может быть на стороне агрессора на покупку либо на продаже то есть и вот этот маленький дисбаланс вот этот разница в общей картине не сильно отличается но какие-то определенные моменты там за 30 секунд за минуту точках может быть разница но суммарно то то есть за этот период он будет показан как раз все равно одинаково единственное количество значение по объему может быть разным но есть инструменты которые нет трансляции агрессора бобидаск с биржи и по сей день мы этот режим не убрали специально для таких инструментов используем и рекомендуем их применять так ответил я думаю на этот вопрос так бит 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 это чья заявка уже стоит стакане ask то кто эту заявку и седает из стакана бит заявки ask заявки это спрос предложения то есть Отложенные заявки на покупку, продажу. Тут никто никого не съест. Они могут быть сняты. Хоризонтальные объемы, которые показывают дельту на ценовых уровнях. Что такое price-section? Возвращаемся в cluster-chart. Вы уже знаете, что можно наблюдать в каждом паттерне. 15-минутный это либо минутный паттерн, либо секундный. Здесь таймфрейм от 5 секунд можно наблюдать до недельного. То есть можно посмотреть склейку контракта прошлого. Кто знает аналитический обзор еженедельный Wall Street Online, который я веду, вы уже неоднократно видели, что именно дельту за день, то есть вот сейчас мы видим с 15-го на 6-го, то есть это начало прошлого контракта и по текущий момент, современный текущий момент, тут стояла дата другая. Можно суммарно наблюдать, как меняется активность агрессоров на покупку на продажу, даже вот с таймфреймом один день. Данный cluster-chart, он подойдет и для тех, кто торгует внутри сессии, открывает короткие сделки, я имею ввиду по времени короткие и подойдет также позиционщикам, кто анализирует длинные периоды, масштабы и долго стоит в позиции. То есть вот нижняя гистограмма, вот эта, она показывает общую дельту в данном паттерне, суммарную дельту, то есть суммируются все агрессоры публики, агрессоры паск и их разница отображается в виде гистограммы с маркировкой, то есть чем выше гистограмма, тем больше там дисбаланс. Это в процентном соотношении, это объем, то есть суммарный объем, допустим, в этой сессии был 806 тысяч. Оборот ликвидности из этих 806 тысяч, 30 тысяч была дисбалансировка на стороне байера. То есть видите, как немного из общей ликвидности на самом деле уходит в дисбаланс. И теперь возвращаемся к вопросу, который был задан на счет по цене. Вот у нас текущая сессия болтается. Видите сколько заявок ниже рынка, перевес такой огромный по сравнению с заявками выше рынка. Соответственно, итак, по левой гистограмме мы видим суммарно по цене за данный период. Допустим, мы поставили текущий день, то есть стартовая дата и конечная в один и тот же день, соответственно, показывается только этот день. И суммируются все агрессоры по бит, по аске, отображение идет суммарно уже в левой гистограмме. То есть можно ее изменить, конечно, допустим, если вам дельта не нужна слева в гистограмме, а вам нужен, допустим, дельта перевес в процентном соотношении, либо объем будет слева гистограмма объема. Мы рекомендуем в Scale Setup выставлять режим дельта, соответственно, вы будете видеть, какие цены и в каком количественном значении будет перевес на стороне байеров или реселлеров. Можно посмотреть прошлую сессию. Это вот снизу сейчас режим включил, коммулятивная дельта. Дельта суммируется, то есть начиная с первого паттерна суммируется дельта, бидаск и здесь мы видим динамику роста дельты на стороне целлеров. Затем она уже успокоилась немножко дельта со стороны целлеров, то есть она не увеличивается. Соответственно, суммарно, если рассчитывать, то байеры чуть-чуть уже отвечают им по ликвидности. Здесь пошло снижение суммарной дельты, то есть на 2000, ну 100, нет, сори, с 13 до 8, на 5000 уже больше перевес показывают байеры. Потом снова небольшой скачок дельты до 15 тысяч. И вот здесь мы видим как раз трос пошел на агрессивном давлении байеров. Суммарная дельта с 15 тонн упала уже на полный перевес байеров. То есть тут уже пошли байеры, то есть там где суммарная дельта падает, идет снижение, соответственно там активность байеров. Можно дельта процент относительно объема смотреть. Также здесь есть режим трейды, то есть количество трейдов дельта трейды, количество трейдов относительно дельты. Ну очень информативный модуль и он в большей степени заточен под анализ дисбаланса. Так, идем дальше по вопросам. Что такое price action? Price action это такой тип анализа рыночной активности относительно активности цены. То есть на каких уровнях как себя ведет и показывает цена. Я, ну price action нельзя выделить из, как отдельный тип анализов сравнимо с техническим анализом, фундаментальным либо объемным. То есть это такое, в общем, подразделение анализа импульсов и балансов. То есть тот же самый дисбаланс, дельта. И в чистом виде, если анализировать график, то без подтверждения объемной информации, то есть дельта на стороне байера и селера, немножко хромает. То есть я предлагаю, очень рекомендую комбинировать несколько типов анализов. И если, допустим, и технический анализ вот здесь показывает, что неплохой уровень для открытия позиций на покупку и еще и подтверждает объемный анализ. То есть у вас уже два подтверждения, соответственно, качество торговли и открытие позиций будет намного надежнее и стабильнее в вашей торговле будет. В чем, допустим, если взять технический анализ без объемного, я опять же подчеркну имею ввиду классический технический анализ. Допустим, уровень сопротивления. Он отмечается обычным, простым методом. Если цена два раза там была, либо же один раз была, соответственно, трейдер принимает решение на открытие позиции в шорт при подходе к этой цене. Но если вдуматься, почему там так произошло и можно ли там в будущем прогнозировать сработку на шорт, получается, что сделка вот в этом случае без подтверждения агрессивности байеров, целеров в ликвидном соотношении, сделка открывается на ожидании. То есть трейдер ожидает, что там все-таки будут целеры, будут байеры. Соответственно, количество сделок, которые срабатывают и количество сделок, которые не срабатывают, то есть получаются убытки. Если добавить на даже эту простую стратегию критерий на вход, анализ объема и разницу между грейсерами на покупку и на продажу, количество тех сделок, которые были убыточные, уменьшится в несколько раз. То есть это добавит надежный триггер и вы уже будете видеть, можно там открывать шорт, либо же нельзя. То есть уже не будет фактор ожидания. То есть, ну это как будут там селеры и байеры, никто не знает. То есть выставляется лимитная заявка и там была не была. С этим типом анализа вход будет уже обоснован и мониторив при подходе к этой цене эти данные под этим, принятие нарушения, открытие сделки там, либо же наоборот не открывать, потому что там нет активности, допустим, вы не видите ее. Будет обоснованно и правильно, то есть в любом случае количество убыточных сделок оно станет намного меньше и уже фактор ожидания, а вдруг может быть он исчезает. Есть четкие данные, объемный анализ, допустим, я не, ну, как отдельный тип анализа данных, вернее, рыночной активности стоит выделить и меня спрашивают к техническому анализу вы относите объемный анализ, либо же к фундаментальному. Я его выделяю как отдельный тип анализов и так как это данные, которые идут непосредственно происходящие в электронной торговле с биржи, то есть это фактически фундаментальные данные, так как мы анализируем, допустим, данные по инфляции, данные по ВВП, данные по количеству заявок на пособие по безработице, данные по, допустим, продаже, либо же заявки на строительство новых домов анализируем и как фундаментальный, то есть это индикаторы, которые подсказывают нам на рынке идет спад, либо же рост, а это первоначальная фундаментальная информация прямо с рыночной активности. Вот если вдуматься, фактически и с ямы, раньше были такие торговые, вернее не торговые, а биржевые площадки, где участники находились в очень близком, как бы в таком контакте, в плане можно было видеть своего селлера, у которого ты хочешь купить какое-то количество контрактов и уже вот эти биржевые ямы исчезли, кажется, в прошлом году, либо в этом зафиксировали, констатировали официально факт, уже практически прекращена торговля в ямах на лондонской бирже металла, только вроде осталось, они специально его не закрывают, для вип-клиентов там можно прийти и, соответственно, торговать вживую. Все ушли в электронную торговлю и, соответственно, поток этих данных, он очень-очень фундаментальный. И в то же время используется анализ цены, времени, то есть уже анализ моделей, построение профиля, то есть есть часть технического анализа и часть фундаментального анализа. Поэтому точно не помешает, рекомендую и свой арсенал, это будет просто незаменимая информация, очень близка даже на инсайт. Инсайт, конечно, вообще напрямую, там, покупка либо продажа, но здесь приходится еще анализировать информацию и дожидаться своих точек входа, которые по определенным моделям, либо ценовым диапазону, как раз подходят по стратегии, либо же фундаментальными стратегиями вы пользуетесь, либо техническими. Например, ну, как минимум, комбинируя даже с техническим анализом, просто в тех точках, которые вы сейчас открываете сделки, добавить информацию об активности и ликвидности, и дисбалансе спроса приложения, в любом случае будет намного лучше equity и стабильность вместе с снижением количества убыточных сделок будет налицо. То есть, ну, для тех, кто торгует, сейчас подгрузится данные, для тех, кто торгует на фьючерсе на пару доллар-рубль, фишка, еще между трейдерами называется, инструмент, анализ ликвидности и дисбаланса на спорте просто незаменима, и тут, как бы, обязательно мониторить, насколько ликвиден сейчас рынок, насколько сейчас откроют тот же самый рубль, только на фьючерс. Фьючерсный контракт на рубль. Чтобы не тратить время на выставление на определенном модуле какого-то тикера, можно отключить синхронизацию окон, и вот это мы отключим, а это мы оставим. Вот я трек на угол, и просто выбирайте инструмент, который вам интересен, допустим, вот этот C, и сейчас они засинхронизируются, подгрузятся данные по рублю, соответственно. И вот мы возвращаемся на классы profile, ставим сейчас time frame day, и прошлый контракт на исклеечку запустим. Ниждик гистограммы это ликвидность, по каждому дню мы видим супер ликвидные сессии. Что хочу показать вам, у кого есть платформа WorldFix, либо если нет, то можете пройти на сайт и заполнить анкету, получить на 14 дней тестовый доступ. Тестовый доступ, который вы будете использовать 14 дней, он не урезан, там не урезанная версия платформы, там нет каких-то модулей, там все есть, то есть это как фулл пакет, как бы. То есть там есть все возможности, все фильтры, все настройки, вы можете смотреть все рынки, все биржи, бирж здесь в доступе, ну, обязательно Moex инструменты, RTS Forks, My6 Fund, My6 Currency, вот, то есть в полном арсенале все инструменты, абсолютно. Ну, и в зарубежный также рынок есть. Так вот, левая гистограмма здесь суммарный объем по каждой цене, то есть мы видим, что диапазон, который красным цветом гистограмма выделяет, это наиболее проторгованные цены, то есть здесь было больше всего ликвидных сделок суммарно. И если вы просмотрите за несколько лет данные, мы храним данные по объему, по объему сделок каждого трейда за 5-6 лет, то есть по некоторым инструментам популярным, мы долго храним информацию в 3 года, некоторые инструменты. То есть любой трейд, любой день вы можете посмотреть на тиковом графике объем сделок в эту секунду, допустим, рассмотреть, и это позволяет обязательно 14 дней, если вы будете брать тестовый доступ. Используйте его по максимуму, исследуйте свой инструмент на архивах, все точки возможные, которые в вашей стратегии были, либо будут, вы сможете посмотреть на истории, что там происходило на дельте, посмотреть, какая там была дисбалансировка, были ли там подтверждающие триггеры, критерии. То есть это позволяет исследовать рынок, находить закономерности, находить разные, допустим, изъяны торговой стратегии, где идеального ничего нет на этой планете. Так вот, вы заметите, что все ключевые точки реверсивности, то есть где рынок разворачивается, где рынок меняет тренд, то есть они в любом случае проходят на повышенном объеме. Допустим, мы видим вот эти всплески по нижней инстаграме, сейчас мы чуть-чуть пониже поставим филитацию, здесь. Обратите внимание на то, как на цене 68 была самая ликвидная сессия, одна из самых ликвидных, здесь более 4 миллионов, было 3 сессии, 3 дня в прошлом контракте, более 4 миллионов контрактов, оборот, за сессию. Это, напоминаю, доллар-рубль пара валютная, и после такого движения на рост, прямо на максимуме контракта, проходит оборот 4 миллиона за сессию. И активность до этого уже была повышена, то есть вот эти все чуть светлее, давайте их другим цветом сделаем, чтобы вам было хорошо видно, что трансляция может быть не самой четкой. Давайте так ярким светом, вот здесь, видите, уже пошел оборот повышенный, то есть все сессии, которые были синим, обозначены в инстаграме, повышенный оборот. И дальнейшая также активность была уже на сохранение динамики. Пришли на уровень минимальной цены, то есть минимум контракта, опять же, здесь, конечно, не было сверх нормального объема, чем 4 миллиона за сессию, но здесь, имея тот факт, что ликвидность начинает расти, как раз при подходе к минимуму, уже дает неплохие надежды, вернее, шансы на то, что там все-таки будут защищать байеры. Если бы байеров не было на этом уровне, то мы бы не увидели там особо крупной ликвидности, то есть как бы заинтересованность в этой цене на этом уровне отсутствует. Опять же, идет небольшой рост, корректировка, и все это дело заканчивает, опять же, 4 миллиона оборот за сессию, соответственно, как только проходит такая ликвидность за день, уже это о чем-то говорит. То есть, либо будет остановка и разворот рынка относительно предыдущей динамики, как вот на этом примере. Здесь, к примеру, мы увидим завершение коррекционного момента и опять же атака 64-й цены. Вот здесь мы увидим ту сессию, которая необъяснимым образом до 68-й достала, такой был достаточно волатильный скачок. И на РТС то же самое, вы заметите, что все важные ключевые точки, они проходят на повышенном объеме. То есть, принцип такой закономерности очень легко объясним. Если у нас есть динамика, цена данная и идет рост цены. В первую очередь нужно остановить динамику, соответственно, все, что на рынок выбрасывают байеры, нужно перекрыть шортами. То есть, если, допустим, здесь на цене идет 100 тысяч контрактов на покупку общая за сессию, то селеру нужно также около 100 тысяч контрактов, чтобы просто дисбаланс должен быть нуле. То есть, чаши весов пользуются на одном уровне. Окей. Затем еще добавить ликвидности, чтобы сохранять цену на одном уровне, то есть, не толкать, чтобы не было дальнейшего роста, и добавить еще ликвидности на создание дисбаланса на шорт. То есть, добавить еще предложение больше, чем у байеров. Соответственно, все вот ревертивные точки за счет этого идут на повышенном объеме, плюс еще обороты, которые здесь также входят в суммарный объем, сброс байерами покупок. То есть, это добавляет уверенности и силу, как бы, импульса на шорт, то есть, в такие определенные моменты нам. Так. Очень вопросы появились на московской бирже. И, к сожалению, не я буду на семинаре 3 октября. Не смогу сейчас вам ответить точно, какая тема будет. Ну, я думаю, точно будет интересно. Скорее всего, будет либо Елена Сон, либо Василия Грищенко 3 октября. Если очень важно, какая будет тема, если у вас не затруднит, напишите завтра в скайп техподдержку, либо же поддержку Education в офисе. И там можно будет узнать точно, какая тема будет. Ну, в любом случае, приходите, вопросами завалите, там, живое намного быстрее, communication происходит. Как можно быстро освоить программу? Ну, в первую очередь, в первую очередь, посмотрите все ролики, которые есть на сайте, и ролики, которые есть на YouTube-канале в офисе. Очень легко его найти, просто вбивайте поиски на YouTube в Волфикс. И там наш канал официальный. Там также есть записи Wall Street Online, там есть записи открытых вебинаров. Посмотрите. Очень много роликов о том, как пользоваться платформой, что вот эта кнопка означает, как включить Twitter здесь. Вот. И повторяйте то же самое на своем терминале в платформе, то, что показывается в ролике. Достаточно несложным языком, понятным там объясняется, как пользоваться платформой, основные модули, что этот модуль позволяет, что этот модуль позволяет видеть, делать, и какие возможности у него есть. Значит, заявки есть в истории котировки, в истории торгов есть котировки, то есть заявки из стакана, спрашивает Алексей. Или только сделки с маркером Овесера. Заявки в стакане, это заявки отложенные, то есть вы выставляете отложенную заявку по какой-то цене и ждете рынок. Тогда, при подходе к этой цене, ваша заявка в Сэллимит или Вабайлимит будет исполнена, так как у отложенных заявок приоритет непосредственно цена. У рыночных заявок приоритет сейчас, нужно зайти срочно, то есть там нет особого уклона и приоритета по цене, есть приоритет немедленного исполнения. Но, когда цена придет к вашему уровню, то есть неизвестно, может быть сегодня, может быть через минуту, через час и очень много заявок, которые снимают потом. Вы можете снять эту заявку, отменить ее, то есть они выставляются и в тот же, через секунду ее можно отменить. То есть, соответственно, она никакого, если она снята очень быстро, она никакого влияния на котировку принести не может. Ну как, если она очень объемная, цена может обратить внимание на то, что там какая-то крупная заявка на продажу висит и дернуться к этому уровню, если она недалеко от рыночной. Но влияние, в общем, суммарно, какие-то там отложные заявки, так как их снимают, ставят, снова передвигают, либо же, то есть вот эти вот манипуляции отложными заявками, на истории их нет. То есть только уже зафиксированные сделки, которые прошли по биржевой книге, то есть все зафиксировано и они создали свой вклад в динамику спроса и предложения. Это есть условия ведь. То, что было сложно, это как бы можно воспринимать как намерение, намерение участников и насколько ликвидно намерение на покупку и на продажу можно набирать стакане. Стакан достаточно несложный у нас и очень удобный. Опционные есть Option Desk. На следующем вебинаре, если хотите, это будет как раз применение платформы. Будем рассматривать возможности, так как сегодня у нас был дисбаланс, я в основном показывал в Classroom Chart, в Classroom Profile, в тиковый график мы будем рассматривать статистику. А Option Desk, напомните, я обязательно вам покажу, продемонстрирую его. Также есть возможность торговать статистический арбитраж, реализованно хорошо в инструментарии. Опционы, их объем. Не только смотреть, и еще у нас отличный торговый Desk Order Window. Также все его фишки на следующем вебинаре, напомню, что он будет, давайте пройдем, сейчас вспомню дату, 29 сентября. Там будет Елена Сон, и я тоже там буду, в общем, часть вебинара будет ввести Елена, часть буду я. Поэтому регистрируйтесь. Время летит быстро, и 29 сентября наступит незамедлительно скоро. Также абсолютно открытый вебинар, можете его посетить. И надеюсь, вам был интересен и полезен вебинар сегодня. Раз вопросов нет, то будем, наверное, прощаться до следующего вебинара. Кстати, приглашаю всех на Wall Street Online, который будет в пятницу. Мы рассматриваем там ситуацию за неделю по российскому рынку, по зарубежному рынку, по нефти, золоту, валютным фьючерсам, индексам. РТС рублю с точки зрения объемного анализа, отбор уровней, возможных сценариев в следующую неделю. Подписывайтесь на канал YouTube, если, допустим, не сможете посетить, то в записи вы сможете уже на выходных посмотреть. И в пятницу в 20.00 уже на протяжении более четырех лет, или было уже пяти, я точно не помню, когда начался этот период. Каждую пятницу в 20.00. Итог недели. И ссылка одна и та же, там можно на сайте тоже найти, либо на канале WallFX YouTube. Все, вам хорошего вечера. До следующей лекции, следующего вебинара. Спасибо, что нашли время посетить этот вебинар. Всего на лучшего попутного тренда до 29.00. Встретимся уже на следующем вебинаре. Советую незамедлительно взять тестовый доступ и попользоваться программой, попробовать ее, чтобы 29.00 на вебинаре вы могли уже конкретно какие-то вопросы задать, которые у вас не получилось что-то настроить, либо же там какие-то нюансы. Пользование платформой так будет намного продуктивнее. Вот. Все. Всем всего на лучшего. До следующей лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...